Задает вопрос, что значит быть независимым судью, он же будет подчиняться там суде, областному, городскому и так далее. Нет, это не так. Судья действует в рамках полномочий. К нему приходит дело, он распределяется это дело и он должен принимать решение в соответствии с законом. Не что ему скажет председатель суда, а как в соответствии с законодательством, это его полномочия. Если он не будет выполнять полномочия, а будет выполнять какие-то кривые поручения председателя городского или областного суда, он фактически должен быть дисквалифицирован как минимум, а в реальности посажен в тюрьму. Вот, например, следователь есть полиции или МВД, он должен честно расследовать, проводить все действия, они регламентированы. Он должен действовать по закону, не как ему начальник скажет, иди его пытай или давай на него навесим дело. Как только это начальник его такое скажет, он должен подать рапорт, подать жалобу в суд, выйти в прессу. Это его обязанность и обязательство быть честным и независимым расследователем дела. Нынешнее законодательство, которое существует в Казахстане, оно требует от судьи, от следователя, чтобы он был независимым, выполнял, действовал, все свои решения делал в рамках законодательства. Они все сейчас не делают, они нарушают закон, даже существующий казахстанский. И мы должны добиться того, чтобы судьи действительно реально были независимые, сами принимали решения, а тот, кто на них оказывает давление, чтобы он был посажен в тюрьму или был дисквалифицирован. Вот, например, федеральный судья в США отменил указ Трампа, президент США. Так он отменил. У него тоже есть вроде над ним высшестоящий. Нет, высшестоящий не может оказывать давление. Если судья видит, что Трамп нарушил закон, ведь нормы закона прописаны, он принимает немедленные решения, и Трамп обязан подчиниться, что и произошло в Америке. Так мы сделаем и в Казахстане. Теперь мы говорим следующая строчка независимой судебной системы, реформа правоохранительных органов и прокуратуры. Сейчас судебная система подчиняется Назарбаеву. Это приводит к тому, что судьи плевали на народ. Они получают в основном многие какие-то взятки, выполняют политические заказы власти. Если они будут выполнять их, просто уволят. Мы сделаем выборную систему судей на разных уровнях. Эти судьи будут под прицелом народа. Если они будут несправедливы, если они не исполняют закон, если они получают взятки, об этом будет известно, потому что независимые средства массовой информации будут. И тогда эти судьи будут или посажены в тюрьму, или просто выброшены из этой судебной системы, будут полностью дисквалифицированы.